Наверняка вам не раз доводилось слышать о том, что в далеком будущем люди смогут свободно перемещаться между галактиками. К сожалению, эта возможность наступит не так скоро, как это предсказано в фантастических фильмах, но вот посмотреть на наших соседей во Вселенной мы можем уже сегодня. На данный момент наука знает о десятках ближайших к нам крупных и карликовых галактиках, данные о которых до сих пор продолжают поступать. Конечно, говорить о дружественном визите нам пока рано, но если такая возможность все же появится, куда мы сможем отправиться в первую очередь? И что находится за пределами Млечного Пути? Но перед тем, как отправиться в другие галактики, я хотел бы рассказать вам про мой телеграм-канал. Там я рассказываю про разные явления в космосе, показываю снимки далеких планет и делюсь прочей интересной информацией. Если вам, как и мне, действительно интересно то, что происходит во Вселенной, подписывайтесь, ссылку я оставлю в описании. Галактикой принято называть систему из звезд, скоплений, межзвездного газа, пыли, темной материи и планет, связанную единой гравитационной энергией. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра массы. Как правило, это очень далекие от нас астрономические объекты, расстояние до которых измеряют в мегапарсеках. Невооруженным глазом мы можем разглядеть лишь несколько из них. Галактику Андромеды, которая видна в северном полушарии Земли, большое и малое Магеллановое облака, которое можно рассмотреть в южном полушарии, и галактику М33 в созвездии треугольника, которая также видна из северного полушария. Точное количество галактик в наблюдаемой части Вселенной неизвестно, но, вероятнее всего, их количество может достигать двух триллионов. Возможности рассмотреть отдельно из них появилось только в 20 веке. К началу 1990-х годов насчитывалось не более 30 галактик, в которых удавалось увидеть какие-либо звезды, и все они входили в состав местной группы. То есть, скопления галактик, которые составляют одно большое образование, известное как сверхскопление Девы. Однако после запуска космического телескопа Хаббл в апреле 1990 года количество информации о новых галактиках резко возросло. На данный момент они делятся на несколько основных типов. Первый – галактики-спутники, которые представляют собой объекты, вращающиеся по орбите вокруг более крупной галактики под действием силы ее гравитации. Второй – спиральные, чьей главной особенностью является наличие центрального балджа, окруженного диском. И третий – неправильные галактики, характеризующиеся тем, что не подходят ни под одну из предложенных классификаций, и, как правило, имеют хаотичную форму без ярко выраженного ядра и спиральных ветвей. Также сюда можно причислить линзообразные галактики, эллиптические и спиральные с перемычкой, к которым относят наш Млечный Путь. Приблизительный диаметр каждой из них варьируется от 5 до 250 килопарсек или от 16 до 800 тысяч световых лет. Для сравнения диаметр Млечного Пути составляет 30 килопарсек, то есть 100 тысяч световых лет. Самая большая из известных на данный момент галактик называется IC 1101 и имеет диаметр более 600 килопарсек. Основной проблемой в изучении их строения является загадка темной материи. По сегодняшним представлениям темная материя может составлять до 90 процентов от общей массы отдельной галактики, а может полностью отсутствовать. Но какие из этих объектов мы можем назвать наиболее близкими к нам? Многим кажется, что ближайшей является галактика Андромеды, которая находится от нас на расстоянии 2,52 миллиона световых лет. Однако этот объект является только наиболее близким из крупнейших спиральных галактик. Самой же близкой галактикой мы можем назвать гипотетическую карликовую систему в Большом Псе. Этот астрономический объект также входит в состав местной группы. Галактика содержит относительно большой процент звезд красных гигантов и предположительно 1 миллиард обычных звезд. Ее классифицируют как неправильную и официально признают как самого близкого к нам соседа. Галактика находится на расстоянии 25 тысяч световых лет от Солнечной системы и в 42 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Этот объект был открыт в ноябре 2003 года Международной команды астрономов. Несмотря на то, что он находится так близко к Земле, обнаружить его было не так просто. Причиной этому было то, что галактика находится за плоскостью Млечного Пути, где концентрация звезд, газа и пыли является наибольшей. Вторым нашим соседом можно назвать Карликовую эллиптическую галактику в Стрельце, которая раньше также считалась к нам самой ближайшей. Она представляет собой галактику-спутник с четко выраженной эллипсоидной структурой и находится на орбите Млечного Пути. Объект имеет четыре шаровых звездных скопления, первое из которых было открыто в 1994 году вместе с открытием самой галактики. Ее диаметр составляет приблизительно 10 тысяч световых лет, расстояние от Земли примерно 70 тысяч, а удаленность от центра Млечного Пути около 50 тысяч световых лет. Эта галактика может быть ответственна за образование рукавов Млечного Пути. К такому выводу пришли исследователи из Университета Питтсбурга, которые основывают свои выводы на численном моделировании. По их версии, рукава нашей галактики могли образоваться при столкновении с карликовой эллиптической галактикой в Стрельце. Данный объект находится в процессе слияния с Млечным Путем. Причем он несколько раз уже проходил через плоскость нашей галактики. Последний раз это произошло примерно 150 миллионов лет назад, что согласуется с данными, собранными космическим телескопом Гайя. Говоря о ближайших соседях нельзя не упомянуть Большое и Малое Магелланово облако, которые также представляют собой две карликовые галактики, являющиеся спутниками Млечного Пути. Большое Магелланово облако расположено на расстоянии 163 тысяч световых лет от нас, то есть на расстоянии, которое вдвое превышает диаметр нашей галактики. Большое Магелланово облако занимает область неба Южного полушария в созвездиях Золотой Рыбы и Столовой горы, из-за чего с территории России его вряд ли можно увидеть. Эта галактика приблизительно в 10 раз меньше Млечного Пути и содержит приблизительно 30 миллиардов звезд. Масса Большого Магелланово облака примерно в 300 раз меньше массы нашей галактики. Однако это не мешает ей занимать четвертую по массе позицию среди всех галактик местной группы, уступая только Андромеде, Млечному Пути и Треугольнику. Одним из самых известных объектов этой галактики является звезда WOH-G64, которая считается одной из крупнейших звезд известных науки. Ее радиус составляет приблизительно 1540 радиусов Солнца. Если такую звезду поместить в центре Солнечной системы, то ее поверхность достигнет орбиты Сатурна. Ожидается, что Млечный Путь и Большое Магелланово облако столкнутся примерно через 2,4 миллиарда лет. Соседом этого объекта можно назвать Малое Магелланово облако, которое также является карликовой галактикой и окружено оболочкой из нейтрального водорода. Расстояние Малого облака от нас составляет 60 килопарсек, то есть приблизительно 195 тысяч световых лет. Облако находится в созвездии Тукана и выглядит как тускло светящееся пятно размером около 3 градусов. Предполагается, что в состав Малого Магелланово облака входит полтора миллиарда звезд. Однако их, к сожалению, также не видно с территории России. Согласно опубликованным в сентябре 2014 года данным, через 4 миллиарда лет Млечный Путь, вероятнее всего, поглотит и этот объект. На данный момент количество галактик-спутников Млечного Пути равняется 18. Но число ближайших к нам крупных систем доходит до 115. Список этих объектов нельзя назвать полным, так как в настоящее время все еще открываются новые системы-карлики, расположенные недалеко от Млечного Пути. Обнаружение и исследование подобных объектов является достаточно трудной задачей. Однако поиск ближайших к нам галактик до сих пор остается одной из наиболее важных целей для сегодняшней астрономии. Возможно, что их открытие принесет нам сведения о новых планетах земного типа, а возможно даст сведения о наличии жизни в ближайшей Вселенной. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вам было интересно узнать о наших ближайших галактических соседях. Благодаря развитию техники сегодня мы можем получать огромное количество данных о формировании ближайших космических структур и, конечно же, делать на основе этого выводы о нашем Млечном Пути. В наших силах распространять эту информацию и делать так, чтобы об этих достижениях узнавало как можно больше людей. И если вас, так же как и меня, вдохновляют эти открытия, расскажите об этом ролике своим друзьям или просто поставьте нам лайк и нажмите на колокольчик. И услышимся!